Чисто русская такая особенность, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вроде хотели же отменить транспортный налог и включить его в цену бензина. Так вот нет, и акцизы подняли, и транспортный налог только ополовинили. Хотя оставили регионам право самим принимать решение. В итоге кто страдает? Ну догадайтесь, трех раз. И согласитесь, вот допустим, мы подняли бы доход на 2, на 3 рубля бензина. И элементарная экономия. Я допустим съедаю 15 тысяч по бензину в месяц, это в рублях. Сейчас будут съедать чуть больше, извините, перемещаться надо, программу делать тоже. При этом прибыль государства была бы в разы больше, чем те, допустим, 20 тысяч с моего 600-го Мерседеса. Ну люблю я ездить на больших объемах. Теперь большие объемы для меня лично, это признак экономии. Потому что в свое время, недалее как полгода назад, я себе поставил все-таки газовое оборудование. И знаете, по опыту эксплуатации, машина-то шепчет и едет ровнее. И я забыл про мерзкое слово «ослиная моча». Это так называется бензин российский. С нефтеперерабатывающих заводов, самому молодому из которых лет 30. А вот пример грамотной установки газобаллонного оборудования. Призванного экономить, даже больше, чем на пропане. Это метан, газ полегче и условия хранения и транспортировки несколько другие. Баллоны высокого давления и металлические трубы. И кто сказал, что все это надо крепить только в большие баллоны, которые можно разместить только на крыше автобуса или под хвостом газели. Компактно и не занимает много места. Единственный недостаток – заправляться чуть почаще. А так одни достоинства. Помнишь этот мультфильм был? Зачем я корову тебя продаю? Такая скотина нужна самому. Рабочая лошадка? Лошадка очень хорошая, рабочая. Чем сейчас будем ее кормить? Газом метан по 8 рублей за литр. За куб. За куб, да? А не бензином по 23 рубля за литр. Совершенно верно. Куда приехал за установкой? Советская 70, третий бокс, эко-газ. А как узнал? С Вадимом знаком уже порядком 7 лет, наверное, где-то так. А, вот так вот. И сколько лет он газ-то ставит, а? Наверное, около 7 лет и ставит. То есть на протяжении 7 лет ты видел, как у него шел профессиональный рост? Все увеличилось, количество машин. Да, на протяжении 7 лет я у него и ставлю газ на все свои машины. И сколько машин было, если не секрет? Около 20. Мама родная. А сколько финансовой экономии получается по бензину-то? Ну ладно, все понятно. Наверное, хватило бы и не на один коттедж. Да, наверное, да. Да, я уверен на это. Не один коттедж, а несколько коттеджей. Автомобиль, по сути, это убыточное средство. Потому что купил задорого, постоянно ездишь на бензине, финансируешь государство, помогаешь ему, так скажем, укреплять оборудовую способность. Ну, деньги нужны на все. Данный конкретный вариант. Вот это вложение денег. В смысле, во-первых, стоит дешево. Во-вторых, сейчас на метане. Это уже, по-моему, чисто не то, что выгода. Это зарабатывание денег? Да, это зарабатывание денег. Метан, он расходуется от бензина в размере 30% от той стоимости, которую ты вкладываешь в бензин. То есть, заправляясь метаном или устанавливая оборудование метана, ты сразу начинаешь экономить. То есть, 70% экономии. Только на одном виде топлива. То, что вы раньше вкладывали в бензин, теперь вы можете вкладывать на составляющие или расходные той машины, где будет установлен метан. То есть, вот спокойненько, забыли про эту дивную утилизацию. Берем ни гнилую, ни ржавую, мощную машину. Без разницы, что она немножко покоцанная. И все, и спокойненько перемещаемся. Потому что суть процесса остается. Машина должна перемещать тебя и грузы. Да? Она спокойно и запросто будет перемещать вас хоть на бензине, хоть на метане. Но на метане намного дешевле. И при этом вы еще и экономите, вкладывая те средства на утилизированную машину, где на бензине не больно-то вложишься, потому что она все-таки дорога. А эти 70%, которые вы начинаете экономить, уже можно отремонтировать и выхлопную трубу, и шаровые, и все утекающие отсюда последствия. Халява, please. Так, ну вот этот автомобиль мы, допустим, купили за 30 тысяч рублей. Сколько вложили по метану? Ну, в данный автомобиль по метану вложили, ну, я думаю, тысяч 15. То есть, и если экономия у нас 70%, при езде каждый день хотя бы 100 километров, окупаемость оборудования месяца за два. Это точно, можно четко подсчитать. Может быть и быстрее. Может быть, да, и быстрее, если вы ездите намного больше. И при том, вы начинаете экономить, и, ну, во-первых, все это работает на вас, ну, и второе, вы можете ту машину, которую раньше хотели пустить на утилизацию, ну, как, отремонтировать, поставить. Да хоть что, хоть DVD, пожалуйста, хоть звезду. Ладно, тема другая. Что-то солярочка стала стоить, не 19 рублей, а 28. Чуть-чуть так вот зарепал бы, я бы потесался. Как можно дизелистов-то научить правильно экономить? Ну, дизель, так же, как и бензин, может быть переведен на метан. У метана есть такая особенность. Пропан в этом плане не работает. Метан в этом плане работает четко и бесповоротно. Ставится оборудование, там ТНВД, без свечей работает дизель на сжатии. То есть мы оставляем 30% солярки для того, чтобы был взрыв, остальное работает метан. И у нас получается соотношение 30% дизельного топлива, 70% метана. То есть это тоже реальная экономия. И тут важно понимать, если хозяйственник крепкий и экономный, то на крышу по бортам или в кузовок дизеля разместит метановые баллоны. Дизель, кстати, очень любит метан своей особой и более мощной любовью. То есть реальный прирост мощности это 20-30%. И в завершении. Учиться экономить нам надо у разумной Европы и Азии. Там на газу, при космической, по нашим меркам, цене на жидкое топливо, население в перемещениях себя не ограничивает. Да, и вспоминая и Турцию, и Таиланд, запаха бензина и вони, и войного. Я лично не припоминаю. Естественно, где такую вещь можно поставить. Я серьезно задумываюсь о том, чтобы свой следующий автомобиль все-таки на метан перевезти. Потому что, ну, тот следующий автомобиль будет грузу таскать и деньги зарабатывать. Да, что вы так на меня смотрите? Пора, ребята. Работать не только и жить телевидением. Естественно, это советская 70. Горгаз. Ну, потому что горгаз, экогаз, все в одном. Так что, соображайте, как из 25 или 27 рублей сэкономить 20 и при этом ездить спокойно.